Как объяснить вещи и сны? Вообще, если мы посмотрим в целом на страницы Священного Писания, то мы увидим, что сны бывают от трех причин. От Бога, от нашего естества и от дьявола. От Бога сны подаются крайне редко. Конечно, и в Ветхом Завете, и праотцам, и Акову, допустим, праотце ему в сновидении открылась лестница, которая вела от земли до неба, и ангелы Божьи восходили и не сходили по ней. Много других давалось откровение праведникам в сновидениях. Иосифу Обручнику ангел именно во сне являлся и говорил, как правильно поступить, когда Ирод гнал и хотел умертвить Богомладенца Христа. Но такие откровения даются святым людям, а мы далеко не святые. И вот вторая причина снов – это наше собственное естество, наша душа, в которой перемешиваются различные переживания, надежды на будущее, разочарования о прошлом. И во время сна, когда сознание наше не работает таким вот явным образом, во сне мы видим всевозможные картины, как калейдоскоп этих переживаний. И полагаться и пытаться что-то там увидеть – бессмысленно. Потому что это не контролируется нашим умом, а особенно страшно, что в неконтролируемый ум дьявол может подбросить какие-то свои образы. И это третья причина сновидений, когда сны подаются от дьявола. И Священное Писание говорит нам, что сам дьявол принимает иногда на себя вид ангела света. А для чего? Для того, чтобы обольстить человека. И легче всего обольщать людей посредством сновидений. Почему так? Да потому что человек что-то увидел во сне. Потом это сбылось у него в реальной жизни. И он считает – вот, мне дано откровение. Затем какое-то, как бы, откровение повторилось. Он считает себя уже избранником Божиим. И впадает в обольщение. И дьявол начинает искушать его. Так что такой человек становится игрушкой в руках дьявола. Как же относиться лучше всего к нам, нам, простым людям? Об этом говорит нам Священное Писание, книга Иисуса, сына Сирахова. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного. И сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидениям. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого, что может быть чистого, и от ложного, что может быть истинного. Гадания и приметы, и сновидения – суета. И сердце наполняется мечтами, как урождающий. То есть в снах проявляются мечты. А всякая мечтательность – это полет фантазии. И иногда что-то действительно может совпасть с грядущим будущим. А иногда это просто обольщение. И поэтому лучше последовать совету святых отцов, истинных толкователей Священного Писания. И святые отцы говорят, что самое правильное отношение к снам – это не верить никаким снам. И так мы освободимся и избежим любого дьявольского искушения. Вот дай Господь нам хранить трезвый ум и не верить никаким сновидениям. Продолжение следует...